Так, друзья, хочу показать вам домик, который я сейчас снял. Все-таки ехать дальше я не мог, потому что было прям пиздец, как холодно. Плюс 7 градусов и дождь, это уже перебор. Я ездил в такие погоды, да, в 8 градусов в Германии, но без дождя. Это еще было как бы нормально, это можно пережить. Но когда идет вот этот и дождь ледяной, и 7 градусов, но это уже чересчур. Я доехал до города Альты и понял, что все, дальше я ехать, но не могу в таких условиях. Зашел на букинг, нашел тут себе жилье, снял, короче, домик, обалденный домик. Ну, относительно недорого, 128 евро за сутки. Ну, учитывая то, что здесь есть, какие виды здесь открываются, то это вполне оправданная цена. Потому что в Германии за те же деньги, скажем, тоже можно снять номер, и не особо он там чем-то будет отличаться. Короче, здесь есть посудомоечная, микроволновка, кухня есть, потом холодильник наверняка есть, раз посудомоечная есть. Потом две спальни на 6 мест, но я тут буду жить сегодня один. Дальше, давайте я вам покажу вообще все, что здесь есть. Здесь, вот, там у нас выход на террасу, здесь непосредственно такая небольшая зона отдыха с маленьким столиком. Тут вот обеденный у нас стол, соответственно, обеденная зона. Дальше, вот здесь вот мы видим кухня с микроволновкой, с посудомоечной машиной. Тут вот кофеварка, чайник стоит, так что сейчас можно будет кофекусе замутить, я как раз купил. Так что идем дальше здесь, ну, здесь висит моя супер курточка. Она, вот, она не единственная вещь, которая не подвела. Ну, штаны еще тоже более-менее нормально. Ну, вот ботинки мои, вот эти засранцы, они меня подвели. Ноги были реально мокрые. Ладно, хер с ними. Сейчас мы в теплее, нам хорошо. Дальше. Здесь у нас вот такая небольшая спаленка на три койка места, то есть внизу двое и вверху один человек. Все уютненько. Наконец-то я буду спать на постельном белье. Я два последних раза спал без постельного белья. Я думал, они про постельное белье не слышали. Дело в том, что в кемпингах его даже как бы и не предлагают за отдельную плату. Дальше мы видим здесь вот еще одна комнатка. Такого же плана, так же симметрично, только в другую сторону. Тут внизу два места и вверху. Дальше идем вот у нас здесь душевая комната. То есть здесь непосредственно душ с горячей водой, туалет для сральни и умывальник для умывания. Дальше вот здесь самая главная, самая офигенная штука, что вот в этом доме есть. Почему я его и выбрал? Я увидел на картинке вот эту прелесть. Это сауна. Я здесь сейчас буду париться, я ее включил нагреваться. Посмотрим вообще, работает она, нет. Ну что-то как-то вяло нагревается. Странно, ладно. Посмотрим. Потом нагреется все равно должна, ладно. Мы сейчас ее закроем. Ладно, ребята, пойдемте теперь. Я вам покажу со стороны улицы все это красотищу. Так, ну теперь давайте выйдем на террасу и посмотрим со стороны террасы на это чудо. Так, здесь вот у меня непосредственно терраса, три стула, стол с пепельницей, которая мне нахер не нужна. В принципе, давайте начнем вот с этих видов, которые здесь. Там вон горы, там вон фьорд где-то есть. Тут вот такой вот холм красивый. Здесь вот еще домик такой же можно арендовать. Но он явно побольше, чем мой, который я снял. Собственно, дальше давайте пойдем вон. Вот так вот я вам его покажу. Оттуда вот я сейчас вышел на террасу. Далее. Мопед у меня стоит непосредственно тоже под крышей. То есть он от влаги будет защищен, на него ничего не капает. Его бы надо по возможности будет помыть. Но это я уже скорее всего сделаю в тромбсе. Я надеюсь, у меня получится его обслужить там все, как я планировал. Дело в том, что в тромбсе там у меня живет подписчик. Я к нему собираюсь заехать, рассказать, показать про мотоцикл. Потому что ему интересно, что за мотоцикл у меня. Ну, соответственно, я попросил его узнать для меня, есть ли возможность произвести плановое регламентное ТО на 24 тысячи километров. То есть когда я туда приеду, у меня будет где-то 23 там с чем-то тысячи километров. Как раз, ну, почти что подходит под регламент. Поэтому будет неплохо там его сразу сделать. Возможно, даже поменяю резину, если цены кусаться не будут. Если будут плюс-минус одинаковые из Германии, то я, скорее всего, там же и поменяю, чтобы со спокойной душой на обслуженном мотоцикле тулить потом дальше в сторону юга, ну, в сторону дома. В пути я уже сегодня, сегодня воскресенье, нахожусь 7 дней. Получается, я в воскресенье 25 числа выехал из дома утром. Ну и вот сегодня уже воскресенье, 1 августа, да. Ну, неделя, нормально. Так что сейчас буду ехать не спеша в сторону юга. И за сколько я доеду, ну, не знаю, как бы, я не тороплюсь. В городе Тромсо я, наверное, зависну дня на два. Ну, во-первых, мотоцикл обслужить планирую. Во-вторых, хочу немножко, ну, немножко все-таки побыть, посмотреть, как люди живут. Посмотреть там, может быть, какие-то достопримечательности, пофоткать виды для инстаграма. Потому что, знаете, когда вот едешь, и когда тебе адски холодно, оно вообще как бы не до видов. А чтобы остановиться, достать камеру, которая у тебя, в принципе, телефон, в котором навигатор, это надо там все отключить, отцепить под дождем. Это, ну, вообще никак. Это адская работа, ребята. Это адская работа снимать вот в таких условиях. Потому что, когда погода хорошая, когда ехать приятно, когда ты нарослабонен, то ты можешь остановиться, взять камеру, там, пам-пам, щелкнуть фильмов, там, поснимать видос, спокойно дальше ехать. Когда вот, ну, организм не напрягается, но когда идет дождь, и ты весь такой промерзший, ты думаешь, блядь, скорее бы куда-нибудь доехать. Как бы виды они, ну, они офигенные, да, но они вот в данный момент, блядь, они, ну, не сильно как-то компенсируют, вот, не уравновешивают вот этот вот дисбаланс. Вчера, кстати, вот лайфхак для Нордкапа, ребята. Если кто поедет на Нордкап, рекомендую все-таки там остановиться в кемпинге, да. Я приехал, сначала мне было тоже адски холодно и некомфортно. Я остановился в кемпинге, выложил все из рюкзака, то есть налегке, думаю, потом заеду в какой-нибудь супермаркет, куплю что-нибудь пожрать. Спокойно, налегке, отдохнувшись, согревшись, поехал на этот Нордкап, там сделал пару фоточек, поснимал, все, классно. Погонял по гору, по этому, по острову, тоже красивый остров. Именно налегке, не спеша, сделал много фоточек, не напрягаясь. Потом спокойно переночевал там и потом уже вот сегодня утром выдвинулся дальше. А не надо так ехать туда, чтобы, знаете, вот доехали, сделали фотки возле этого сраного глобуса, он даже некрасивый, и потом сразу разворачиваться и ехать обратно, ну, это, я не знаю, тогда вообще не стоит туда ехать. Да. Ну, опять же, это, ребята, все мое сугубо субъективное личное мнение, кому как. И еще такой нюанс, ребят, в Германии, ой, блядь, в эту, как ее нафиг, в Норвегию по цене бензина съездить, ну, это тоже так себе удовольствие. Есть у ProJapan ролик, где он там рассказывает в Норвегию по цене бензина. Конечно, ну, удовольствия вы от такой поездки, ну, получите мало. На юге, да, вот где тепло, можно остановиться в палатке, все, без проблем, в удовольствие. Я 4 или 5 ночей спал в палатке. Мне было комфортно, мне было нормально, мне было в кайф. Но как только я пересек вот полярный круг, и тут уже немножко погода поменялась, и как-то, знаете, тут охота комфорта и тепла. Поэтому сюда все равно нужно иметь какую-то денежную подушку, чтобы сюда, хотя бы, может быть, ну, я не знаю, насколько вы сюда поедете, ну, несколько сотен, ну, сотни 3-4 на гостишку-то надо иметь, чтобы там можно было где-то в тепле обсушиться, отоспаться, потому что усталость, она накапливается. Вот я первые 4-5 ночей, которые ночевал в палатке, оно нормально, но ты каждый день немножко как бы не досыпаешь. И оно вот плюс-плюс-плюс-плюс, и потом ты уже едешь, особенно если жарко, и ты уже втыкаешь, ты уже прям вот клюешь, только кофе спасает на заправках. Поэтому надо в таких случаях где-то, блядь, снять гостишку, кемпинг или что-то, ну, в тепле, нормально, в нормальной постели и просто отоспаться. Опять же, это вот я сейчас рассказываю вам, исходя из своего вот личного опыта в данный момент. Для меня это первое мотопутешествие, первый дальняк. Я вообще охереваю, как я сюда заехал, блядь. Я честно, я даже сюда не планировал как бы ехать. Я думаю, ну, поеду по Швеции, пока не заебет. А потом думаю, ну, надоест, я сверну налево в сторону Норвегии и по Норвегии вниз поеду. А уже в процессе, что-то я так вкатился, думаю, ну, поеду-ка я на Нордкап. Ну, и вот теперь я здесь. Фу, ладно, ребята, пойду я разбираться с сауной, чтобы она там грела, кочегарила нормально, потому что я сейчас хочу отдохнуть. Все, на сегодня хватит. А-а-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok